Ну как и обещали, сегодня у нас в гостях победительница регионального конкурса красоты имидж 2014 Ксения Лысенко и директор модельного агентства имидж Анна Гайсина. Здравствуйте, дамы. Еще не так давно нас здесь было очень-очень много. Сегодня у нас одна победительница и директор модельного агентства. Слушай, скажи, ну как? Как вот ты себя ощущаешь? Ты до сих пор волнуешься, что ли? Я счастлива. Была приятно удивлена. Зовут постоянно теперь на телевидении. Должны позвать еще на радио. Но если вспомнить финал, который состоялся в субботу, я там присутствовал, я смотрел, и мне казалось, если честно, что вам абсолютно все легко дается. То есть вы выходите, работаете, говорите, делаете проходочки. Что было сложным для тебя на финале? Самым сложным было стоять и ожидание, само ожидание, когда вручали титулы. Практически все титулы уже вручили, осталась одна ленточка. Я думаю, неужели я не получу никакого титула, уже расстроиться успела. Ведь я максимум мечтала о вице-мисс. А тут и называют мое имя, фамилию. Я была приятно удивлена, счастлива. Но в течение конкурса ты же тоже наблюдала за девчонками, да? У тебя наверняка были какие-то, ну, примерные варианты, что может быть, ну, может быть, она победит. Или она вообще делала ставку на кого? Конечно. Валерия Кишко, Кристина Ирисова. Боярских Анастасия. Аня, ну, в ходе конкурса, как я уже сейчас у Ксюши, да, спросил о фаворитках, кого она представляла в виде мисс-имидж. У тебя были в списке, была в списке фавориток Ксюша? Ну, у нас у организаторов были другие две фаворитки, и на преджюри именно они были выявлены. К сожалению, Ксюша туда не входила, в их число. И вот, на самом деле, интригой оказалась на обсуждении, на финале. Члены жюри меня удивили. Собственно говоря, ну, я абсолютно согласна с выбором, потому что те наши две фаворитки, скажем, одна в одном моменте где-то не дотягивала, другая в другом. Поэтому, в общем, нам нужна была третья девочка, именно та, которая будет в течение года представлять наше агентство и наш город. И Ксюша, я думаю, достойно справится с этим ответственным таким заданием. Ну, ты знаешь, многие вообще на всевозможных конкурсах, да, у людей всегда возникает вопрос, а как вообще жюри принимает то или иное решение? Вот я хочу сейчас немножко, если это возможно, приоткрыть вот эту завесу, да, вот этой тайной комнаты жюри. И чем руководствуется жюри, когда выбирает мисс-имидж? Я приоткрою эту тайну. Еще за два дня до финала мы собирались со всеми членами жюри и с девочками, с финалистками, чтобы была возможность лично познакомиться, какие-то спросить вопросы. И, ну, в общем-то, в такой неформальной обстановке сделать какой-то такой предвыбор. Далее уже перед жюри стояла задача посмотреть, как девочки смотрятся не вблизи, а именно со сцены, потому что это тоже немаловажный фактор. И вот именно уже, скажем, окончательный выбор мы делали после того, как девочки вышли во всех выходах. Мы посмотрели на них, как они танцуют, как разговаривают, как поют, как ведут себя на сцене. И, в общем, уже вот саккумулировали все испытания девочек и выявили самую лучшую. То есть нет такого, что жюри сидит, смотрит только на финальное выступление, а принимается решение, исходя из всех пяти недель, то есть как менялась девушка, да, и так далее. Да, безусловно, да. Полностью жизнь девочек на проекте, мы следили за ней и делали выводы по всему проекту. Ксюш, но хочется тебя спросить, за несколько дней, которые прошло буквально пара дней, да, вот чувствуешь какие-то уже изменения? Может быть, огромное количество к тебе в социальных сетях добавляются, поздравляют, еще что-то? Да, поздравляют. Ну, конечно же, не без грязи в интернете. Да ты что, и такое тоже есть? Да, сплетни. Боже мой, а что там можно писать? Какие сплетни, там все честно и чисто и прозрачно. Вот у тебя есть достижение, да, тем не менее, чтобы там не писали, не говорили злые языки, мы знаем, что ты честно победила в конкурсе. Какую, вот это некое достижение, да, уже на сегодняшний день, я считаю, неплохое. Какую планку ты вообще себе по жизни ставишь? Вообще в будущем хочется открыть свое дело, связанное с внешней красотой. Либо это будет тренажерный зал, либо это будет салон красоты. Вот, также хочется стать известной моделью, куда-нибудь поехать за границу. Так, а ориентир есть какой-то у тебя? Ну, может быть, я не знаю, какая-то известная модель, хочешь быть на нее похожа? Или, может быть, не обязательно модель? Ну... Или ты сделаешь так, чтобы люди хотели на тебя быть похожими? Да, скорее всего так. Это, знаешь, в соцсетях есть очень такая популярная штука, эстафеты «Я пять лет назад», да? А если пофантазировать и наоборот представить, Ксюша Лысенко через пять лет, какая она будет? Ох, я буду жить в большом доме шикарном, с бассейном, у меня будет уже один ребенок, как минимум. Так, так. Любящий муж, красивый сад за домом. Угу. Вот. Ну, я буду успешной. Ну, а добиваться успеха у тебя получается, мы это видим. Ань, ну, то, что Карона сделала из Ксении Лысенко, там «Мисс Имиш» мы видим, расскажи, а как она поменяет ее жизнь вообще в ближайшее время? Ну, в самое ближайшее время могу сказать, что Ксюшу ждет большое количество интервью, съемок. Фотосессий – это, в общем-то, неотъемлемая часть любой «Мисс», скажем, любого конкурса. А также могу сказать, что Ксюша уже принимать будет активную подготовку к следующему имиджу. У нас будет юбилейный, 20-й конкурс, и наша подготовка уже началась такая очень усиленная. Ксюша будет и куратором на следующем проекте. И вот, не знаю, еще посмотрим, какие мы функции на Ксюшу сможем возложить. Я не могу, безусловно, не спросить о планах, когда нам ждать следующий конкурс, также, получается, в середине осени, в следующем году? «Мисс Имидж 2015» он пройдет также осенью, через год. А до этого у нас еще состоится один проект – это «Имидж-подиум». Наше модельное направление будет затронуто, куда мы уже буквально со следующей недели будем приглашать девочек заполнять анкеты. И весной, в апреле месяце у нас состоится финал проекта «Имидж-подиум». Но можно в двух словах буквально сказать, потому что многие девчонки сейчас посмотрели «Имидж-2014», они захотят принять участие. Вот в двух словах, какое-то, может быть, напутствие, пожелание, чтобы они уже на отборочных турах проявлялись максимально? Я на самом деле хочу девчонкам сказать одно. Девочки, не бойтесь, пробуйте, и пусть даже если вас ждет не победа, то участие в подобном проекте, оно раскроет вас совершенно с разных сторон. И в будущем вам это обязательно пригодится. Это очень важно. Я благодарю вас за то, что вы к нам сегодня пришли, за то, что нашли время зайти к нам, потому что, Ксюша, теперь человек занятой, но, видишь, она как-то в своем графике нашла для нас свободную минутку. Я поздравляю тебя еще раз с победой, ты великий молодецчик, но, я думаю, уже совсем скоро на «Имидж-подиум» мы снова увидимся. Ну а вам, друзья, я хочу пожелать хорошего дня и напомнить, что сегодня у нас в гостях были победительница регионального конкурса «Красоты «Имидж-2014»» Ксения Лысенко и директор модельного агентства «Имидж» Анна Гайсина.